половина этих красоток ходит к пластическим хирургам чаще чем мы в супермаркет другая половина выступает за естественное старение но и кто из них выглядит моложе сегодня сравним пластику против естественного старения подпишись на канал жми на колокольчик ведь мы приготовили много интересного для тебя ирина муравьева родилась 8 февраля 1949 года и ирина вадимовна не любит журналистов светскую жизнь и всю эту гламурную мишуру которая окружает актерскую профессию по иронии судьбы в жизни она не стремилась и не стремится оставаться самой обаятельной и привлекательной и зрители ее за это обожают вера алентова я сейчас 77 лет актриса стала делать омолаживающей манипуляции примерно с конца 90-х годов вера алентова перфекционистка в чем она не раз признавалась в профессии личной жизни это качество помогало ей добиться успеха но для внешности актрисы постоянное стремление к совершенству оказалось фатальным примерно до 2008 года поклонники видели ее по-прежнему красивой естественной с правильными чертами лица женщина смотрелась гораздо моложе своего возраста но этого ей оказалось недостаточно потому что на фото с публичного мероприятия 2008 года лицо алентовой выглядит почти катастрофически лицо выглядит перетянутым на нем присутствует такой признак неудачной пластики есть явная асимметрия очень выраженная в области щек недостаток становится особенно заметным когда актриса говорит или улыбается впрочем актриса не сдается оставаясь в профессии одной из лучших за это ее и любят зрители вера глаголева умерла 16 августа 2017 года актриса без актерского образования мать троих детей она всю жизнь оставалась максимально честной с собой и окружающими не признавая фальши вера глаголева была очень далека от глянцевых стандартов и моды с юности придерживаясь одного образа в котором зрители навсегда запомнили актрису которая ушла слишком рано оксана федорова 41 год поклонники оксаны страдают да как она могла покуситься на свою безупречную внешность мисс вселенной она была уникальна а стала как все даже не специалисту заметно что изменились ее губы а лицо стало восковым федорова отрицает что делала пластику но не исключает что прибегнет к ней в будущем и рассуждает вроде бы здраво любое вмешательство в свою внешность должно быть обосновано и продумано зачастую сначала стоит обратиться к психологу и понять что проблема кроется внутри они в вашей внешности пластика должна быть помощницей подругой но не ни в коем случае не соперницей которая все только испортит как жаль что ее слова расходятся с реальностью лия ахиджакова родилась 9 июля 1938 года актриса с активной гражданской позицией в этом году отметила свое 80-летие ни о какой пластике разумеется речи идти не может не в том сила елена цыплакова родилась 13 ноября 1958 года в юности она сводила с ума своими образами своевольных девушек настоящих героинь своего поколения позже у актрисы начались проблемы со здоровьем из-за которых елена сильно поправилась и изменилась внешне цыплакова пришла к вере и смирению и естественным образом внешняя перестала казаться таким важным надежда бабкина 69 лет в 2012 году историк моды александр васильев который обычно хлестко критикует стиль нашего бомонда отозвался о надежде георгиевне очень лестно она не скрывает что скальпель хирурга касался ее лица но я убежден что бабкину следует ставить всем в пример из всех звезд нашей эстрады ее лицо можно назвать образцово показательным приглядитесь у нее нет перетяжки как у некоторых если пластическая операция сделана неудачно то человек становится похожим на мумию не в состоянии открыть рот без ухмылки а вот надежда бабкина после пластики просто красавица пожелал тогда судья модного приговора но на нынешних фото поклонники уже не узнают царицу русской песни с валерием леонтьевым как близнецы евгения симонова родилась 1 июня 1955 года одна из главных лирических актрис советского кино которая с возрастом стала играть уже другие роли но ей для этого не пришлось прибегать ни к каким косметическим ухищрением возможно что пластическую операцию актриса все же делала однако сама она это отрицает утверждая что ей не нужно чужое лицо и живет она в согласии с возрастом алла пугачева алла пугачева в последнее время стала выглядеть невероятно молодой ухоженно отмечают наблюдательные поклонники говорят 70-летняя примадонна прибегла к помощи пластического хирурга свежее фото певицы произвело эффект разорвавшейся бомбы на сей раз примадонна обнародовала кадр на котором снята крупным планом с красной помадой на губах нашлись и те кто высказал мнение будто на последних фото 70-летняя примадонна выглядит лучше дочери певицы кристины арбакайте не обошлось и без критики пользователи сети заявили что у аллы уже рот не закрывается из-за пластических операций которые то якобы перенесла третье высказали мнение что пугачевой пора перестать в 70 лет пытаться выглядеть на возраст в два раза меньше дескать попытки молодиться жалкие глупые елена санаева родилась 21 октября 1942 года любимая лиса алиса и преданная жена ему за великого ролана быкова сегодня снимается мало но часто появляется в телепередачах к счастью для поклонников этой удивительной семьи елена всеволодовна не стала гнаться за молодостью чтобы быть востребованной наталья андрейченко 63 года наталья андрейченко после пластики утратила былое очарование сейчас актриса привлекает внимание огромными непропорциональными губами на подтянутом лице потерявшим индивидуальность пластические операции так изменили наталью что поклонники перестали ее узнавать хотя былой популярности после пластики пришлось забыть сама андрейченко философски подходит к неудаче чтобы устранить последствия пластических операций и выйти из списков жертв пластической хирургии наталья эдуардовна следит за питанием занимается йогой и пропагандирует здоровый образ жизни при этом она по-прежнему не осуждает женщин обращающихся к пластическим хирургам за сохранением молодости ирина алферова родилась 13 марта 1951 года одна из самых красивых актрис советского кинематографа в отличие от многих других обладательниц этого статуса решила стареть естественным образом не пытаясь сохранить очарование юности умные женщины и так понимают что это невозможно и смешно марина не елова родилась 8 января 1947 года звезда интеллектуального советского кино и одна из главных звезд современника монументальная марина мстиславовна не елова могла бы как и многие коллеги дольше оставаться в статусе молодой и привлекательной женщины но не стала с достоинством приняв свой возраст чему поклонники актрисы несказанно рады раиса рязанова родилась 31 октября 1944 года перейдя в ранг экранных мам и бабушек рязанова обрела актерское счастье сниматься и быть востребованной ну и какая бы была востребованность если бы она подогнала себя под новые стандарты красоты без единой морщины маша распутина 55 лет взглянув на ее старые фотографии становится понятно что мария не всегда была такой как сейчас таланты исполнять песни у нее не забрать а вот свою внешность она давно решила отдать мастерам своего дела хирургом артистка продолжает экспериментировать с внешностью за чрезмерное увлечение пластикой певицу машу распутину раскритиковали поклонники впрочем последние селфи которые артистка выложила в своем инстаграме подверглись критики даже со стороны поклонников маши распутина из-за ее пластики кукла с носом майкла джексона маша мы перестали вас узнавать пишут артистки в комментариях ее подписчики любовь успенская 65 лет любовь успенская часто посещает косметолога который как и пластический хирург помогает ей вернуть былую молодость с каждым годом ее лицо все больше становится похоже на маску именно это пугает многих поклонников которые уже давно понимают что звезда сделала большое количество пластик всегда нужно знать меру и успеть вовремя остановиться ирина мирошниченко родилась 24 июля 1942 года роковая женщина снежная королева советского кино в российском не снимается уже много лет зато продолжает хранить верность театральной сцене театра имени чехова впрочем на телевидении появляется регулярно выступая в качестве приглашенной гости различных ток-шоу и это не убедило ее сделать пластику в отличие от многих коллег которые старательно молодятся для экрана в интервью несколько лет назад актриса сказала по поводу пластики категорически против не делала и не собираюсь мне кажется что не надо себя менять не надо в зеркале видеть чужое лицо это все от лукавого у меня есть формулировка стареть надо красиво и с достоинством не меняя себя не пытаясь быть молодой не перекашивая свое лицо не отрезает тут и там нет молодой ты уже не будешь сергей зверев родился 19 июля 1963 года сейчас ему 56 лет эпатажный российский стилист не скрывает что делал пластику хирург заметил ринопластику и увеличение губ очевидно что могли быть и другие операции есть мнение что зверев вынужден был прибегнуть к пластике из-за автокатастрофы обезобразивший его нос а следующие операции лишь исправляли неудачные последствия 1 другие считают что сергей намеренно изменил внешность которая не устраивала мужчину с раннего детства мужчина для своего возраста он выглядит очень хорошо подпишись на канал жми на колокольчик ведь мы приготовили много интересного для тебя